Коронавирус в нашей стране вернулся к показателям времен карантина, сообщает Роспотребнадзори России. И поэтому специалисты настаивают надевать маски в общественных местах. Рост заболеваемости в Карачаево-Черкесии тоже есть, но небольшой. Готовы ли госпитали к приему больных, обеспечены ли они лекарственными препаратами, об этом рассказала главный врач городской больницы Черкесска. Подробности у Али Баташева. В разгар пандемии коронавируса в госпитале, основном на базе Черкесской городской больницы, проходило лечение 305 пациентов. Сейчас эта цифра намного ниже, говорит главный врач учреждения Альбина Асланукова. Сейчас госпиталь развернут на 205 коек, в отличие от того, как мы в мае были развернуты на 305 коек. Почему на 205? Потому что хватает госпиталей, хватает мест и лежит у нас 170-175 пациентов. То есть всегда есть резервные места, и резервные места есть не только у нас, но и в других двух госпиталях. Средств индивидуальной защиты для медицинского персонала хватает. В учреждении содержится их месячный запас, говорят сотрудники, и показывают наличие СИЗов. То же касается и лекарственных препаратов. Тех средств, которые нам выплачивает фонд медицинского страхования, их достаточно. И для приобретения лекарства от ковида, это дорогие препараты. Допустим, один препарат на одно введение стоит 40-50 тысяч. И на средства индивидуальной защиты. То есть у нас есть запас и медикаментов, и СИЗов. Врачи призывают к соблюдению санитарных норм. Количество новых заражений будет зависеть от того, насколько серьезно жители республики будут относиться к соблюдению правил безопасности и ношению масок. Алибаташев Роберт Джигутанов. Вести Карачаева. Черкесия.